Соколики, с радостью сообщаю вам новость о том, что стикеры с жирным уже доступны в Телеграмы, вы можете бесплатно их себе приобрести по ссылочке в описании. Отдельное спасибо за создание стикеров, хочу сказать художнику Полине Стрелковой, ссылка на нее также будет в описании, если вам нужен крутой арт или какой-то рисунок, или может быть стикеры с вашим милым лицом, можете смело обращаться к ней по ссылочке также в описании, она непременно всем вам ответит и примет любой заказ. Ну а мы, пожалуй, начнем. Тема противостояния учеников и учителей набирает все большие обороты. После того, как вышло видео о печально известной Зое Геннадьевне, которая буквально всей стране показала свою профнепригодность, меня завалили различными письмами и жалобами на своих учителей. Помимо откровенной провокации, многие жаловались на то, что у них пытаются отобрать телефоны. Я решил снять ролик вообще в отношении своей позиции по части телефонов и произвола учителей и учеников. И именно об этом всем я сегодня хочу с вами и поговорить. Погнали! После выхода ролика о нерадивом учителе, моя личка была забита материалами и жалобами на учителей. И к моему великому сожалению, я увидел совсем не то, чего ожидал. Большинство роликов, которые вы мне присылали, это банальная провокация своего педагога. Сценарий у всех роликов был примерно один и тот же. Сначала долго и нудно провоцируют педагога, насаждают ему какими-то вопросами, тыкают ему в лицо камеры телефона, а после, когда он выходит из себя, любезно это снимают на камеру и бегут к жирному жаловаться на то, что их мучает преподаватель. К сожалению, так всегда и бывает, когда ты пытаешься бороться за что-то хорошее, другие люди пытаются это обернуть в своих корыстных целях. Многие из вас, желая прославиться, были готовы буквально сломать жизнь своему педагогу и поставить крест на его карьере, только потому, что вам хотелось хайпа. Вот как пример одного из таких видео. Сначала преподавателя долго и нудно докапывают, он держится до последнего и спокойно отвечает, но в конце концов нервы у человека сдают и он выходит из себя. И, конечно же, мы тут же бежим сливать это жирному, чтобы тот обосрал препода. Это ведь так весело. Ребята, не будьте такими злыми, не будьте такими ненавистными друг к другу. Относитесь уважительно к своим преподавателям и жалуйтесь на них только в том случае, если они действительно проявляют какой-либо произвол. Не ломайте жизни своих учителей просто потому, что вам захотелось стать популярными в вашей школе. Да, система нашего образования довольно гнилая, и наши преподаватели в большинстве своем случаев довольно некомпетентные люди. Но это не дает повода губить их жизни просто потому, что вам хочется повеселиться. Если вы не знаете, что делать, и у вас есть конфликт с преподавателем, давайте я вкратце объясню, что нужно делать в таких случаях. Для начала вы должны обратиться с жалобой к родителям или директору. И если ни те, ни другие не хотят вам помочь, вы можете отправить письмо в Рособорнадзор или в Министерство образования. Там-то вас точно выслушают и пришлют проверку. А вот если никто вам вообще не хочет помогать, и налицо откровенный произвол преподавателя, вот только в таком случае нужно обращаться ко мне. Я всегда готов прийти на помощь и готов записать сколько угодно роликов на тему произвола учителей, поставить всех на место, кто ведет себя неподобающе. Однако я это делаю только в том случае, когда все от ребенка отворачиваются, когда он не получает понимания ни от родителей, нет никаких действий от директора, нет никаких действий от преподавателя, никто не хочет заниматься проблемой, а проблема есть. Вот только в том случае я возьмусь снимать видео, чтобы защитить вас от произвола, который иногда творят учителя. Но запомните, это самый-самый крайний случай, когда уже ничего не может вам помочь в вашей проблеме. В большинстве случаев, которые мне присылают, можно просто обратиться с просьбой к родителям, и родители исправят ситуацию. Родители всегда найдут компромисс, родители всегда вас защитят. Но большинство из вас никогда даже не пытались о чем-либо сказать своим родителям. Многие вообще поддерживают довольно натянутые отношения со своими предками. И вместо того, чтобы показать произвол своего преподавателя своим же родителям, чтобы они решили вопросы или проблему, вы бежите сразу же к жирному, потому что жирный прославит, а родители-то не будут прославлять. Ребята, это неправильно. Не пользуйтесь такой возможностью просто так. Это действительно можно делать. Действительно можно каждого учителя поставить на место, если он ведет себя неподобающе. Но делать это нужно только в том случае, если уже больше никто не может вам помочь. Я это самая крайняя мера. И если у вас действительно проблемы, с которыми вы не можете самостоятельно разобраться, и никто из взрослых не хочет вам помогать, обращайтесь ко мне. У Инквизитора Махоуна на канале есть подробное видео, где он довольно ясно и понятно рассказывает и раскладывает по полочкам, что нужно делать, если ваш преподаватель ведет себя неподобающе. Я сделаю где-нибудь здесь подсказочку. Перейдите и посмотрите, если у вас есть такая проблема, и вы не знаете, что вам делать. Но если с этой темой все понятно, то в вопросе о мобильных телефонах непонятно ничего. Недавно к нам в руки попало несколько записей, где ребенок жаловался на то, что их учитель постоянно болтает по телефону. Училка вместо того, чтобы вести урок, сидит и точит лясы под мирный гул учеников. Со слов ребенка, в среднем занятие длится несколько минут. Все остальное время урока учитель, как правило, болтает по мобильнику и обсуждает свои проблемы и дела, забивая на класс и школьную программу. Понятно, что у такого педагога вряд ли получится выпустить учеников, которые смогут написать контрольную или сдать экзамен. Ведь потом, когда они провалят экзамены, то к ученикам будут все претензии. Почему так плохо учишься, почему ничего не знаешь и все в таком духе. Кстати, если ты уже отучился, у тебя полная голова знаний, но ты не знаешь, куда их деть, сейчас я тебе расскажу, как ты сможешь прокачать свои мозги, да еще и заработать на этом деньги. И, конечно же, тебе в этом поможет мозголомка. Мозголомка это многопользовательская интеллектуальная игра, где ты сможешь сразиться с игроками по всему миру. Никаких случайных выигрышей, ставок, кейсов и всего прочего. Все довольно честно. Отвечаешь правильно на вопросы, получаешь деньги. Если у тебя богатая эрудиция, хорошая фантазия, и тебе нечем занять выходной день, заходи в мозголомку и заработай немного деньжат своими мозгами. Проще говоря, мозголомка. Удача ни при чем. Чтобы участвовать в Суперлиге, просто переходи по ссылке в описании, ну или можешь забить в гугл мозголомка.ком. В общем, исходя из видео, где училка постоянно болтает по телефону на уроке, мы можем прийти к тому, что проблема телефонов касается не только учеников, но и учителей. И если рассуждать здраво, то мы должны с вами предположить, что запретить телефоны нужно не только ученикам на территории учебного заведения, но и учителям. Да и в конце концов, зачем учителю телефон на уроке? Именно по этому принципу я построил модель идеальной школы. В учебном заведении запрещены мобильные устройства абсолютно для всех. Учитель сдает в учительской свой мобильник по приходе на работу, а ученики сдают телефоны на вахте. И здесь может возникнуть одна из проблем. Как ученик в таком случае сможет зафиксировать видеоматериалы, где учитель какой-то произвол проявляет, как-то его оскорбляет или проявляет дискриминацию по отношению к ученику. Ведь появление мобильных телефонов стало гораздо проще доказывать свою правоту, когда учитель откровенно на тебя давит, а ты ничего не можешь сделать. И на мой взгляд, у этой проблемы есть довольно простое и очевидное решение. Ставим в каждом классе и в коридоре камеру, которая будет онлайн транслировать все происходящее на сайт учебного заведения. Любой родитель может туда зайти и посмотреть, как ведется урок, что делает его ребенок и чем занят преподаватель. Разумеется, такой метод приведет к тому, что учителя станут куда более вежливыми, внимательными к ученикам. Прекратится произвол, травля, дискриминация, невежество со стороны педагогов. А ученики, в свою очередь, будут реже провоцировать педагога, вести себя неподобающе или заниматься непойми чем на уроках. В противном случае потом не получится включить дурачка и жаловаться, что тебя обижали ни за что, ведь твои действия будут зафиксированы. На мой взгляд, это значительно снизит уровень инцидентов, произвола, дискриминации или драк в школе. И что самое главное, потом будет очень просто доказать свою правоту. Вот, например, школа 135 города Снежинска. Камер, конечно, немного, но тем не менее, любой родитель может зайти и посмотреть, чем занят ребенок, чем занят учитель в кабинете информатики, например. Но, как обычно, нам скажут, что денег на это нет, что учителям нужен телефон позарез, и вообще эта альтернатива не подходит нам по ряду причин. А все потому, что большинство директоров наших школ знают, что практически весь их преподавательский состав это некомпетентные люди, которые попросту не умеют грамотно преподавать. Каждый директор понимает, что такие уроки будут приводить к огромному числу инцидентов, возникнет много вопросов у родителей. И, конечно же, каждая драка или конфликт с учителем будет прославлять школу на всю страну. Но ведь ни одной организации не хочется выставлять всех свои скелеты из шкафа. Большинство преподавателей не смогут работать при таком режиме просто потому, что у них нет способности к преподаванию. Они попросту не смогут грамотно вести уроки. Однако, если бы в каждой школе нашей страны стояли камеры, и в каждом классе можно было бы посмотреть, кто чем занят, в наших школах было бы гораздо меньше произвола, дискриминации, драк, инцидентов. И, что самое главное, значительно повысился бы уровень образования. Учителей бы не сажали ни за что. Школьники не могли бы просто так провоцировать педагогов. Проще говоря, права обеих сторон были бы полноценно защищены. И вечный спор, кто прав, а кто виноват, был бы решен раз и навсегда. Поэтому я считаю, что телефоны нужно запретить абсолютно для всех, для учеников и для учителей. А в каждый класс установить камеру, чтобы следить, что там действительно происходит на самом деле. И тогда мы сразу же увидим, кто в нашей стране действительно учит. Кто в нашей стране действительно учится. А кто в школу приходит просто на работу или просто на учебу. На этом, пожалуй, мы подведем итог. Не забывайте, что топ-5 комментариев из предыдущего ролика попадут в это видео. А если хотите, чтобы в ваш комментарий попал следующее видео, пишите какой-нибудь необычный, оригинальный, смешной комментарий. Возможно, именно он попадет в следующий выпуск. Также напишите о том, согласны ли вы с идеей того, что в каждом классе должна стоять камера и что нужно запретить телефоны абсолютно для всех. Не забывайте подписываться на мой лайв-канал, на нашу группу ВКонтакте и на мой Инстаграм. Все ссылки есть в описании. И, конечно же, не забудьте чекнуть стикеры в Телеграм с лицом Жирного. Это будет весело и круто, если вы сидите в Телеграме, то пользуйтесь. Они бесплатные. Тыкай вот на эту рожу, чтобы подписаться на мой канал, а также тыкай вот сюда, чтобы посмотреть интересное видео. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме «Выходные». Пока!